Цель реабилитации не только восстановление физического здоровья, но и эффективное и раннее возвращение человека к бытовым и трудовым процессам в общество. С этой миссией успешно справляются сотрудники Центра Восточной Медицины, которые продвигают свои разработки на федеральный уровень. Приехали наши гранты по Дальнему Востоку, уважаемые наши профессора. Будем делиться опытом, обобщать наш опыт. Наше государство сегодня уделяет большое внимание развитию реабилитологии, в частности, закупает новое оборудование. Современные технологии реабилитации – это, прежде всего, синтез науки, знаний и технологий. Каждая единица такого оборудования может реализовать полный реабилитационный потенциал пациента. Одним из таких уникальных приборов стал аппарат нейромышечного восстановления. Именно на нем проходит реабилитацию. Он используется для пациентов с нарушением вестибулярного аппарата, с нарушением опорно-двигательного аппарата. То есть, достаточно такой универсальный аппарат. Ведущие специалисты России будут практиковаться на современных аппаратах во время мастер-классов, которые проведет доктор медицинских наук и заведующий кафедрой возрастной неврологии Московского института имени Витте. В этом центре удается сочетать то, чему я посвятил больше четверти века уже. Это сочетание традиционных методов лечения, в том числе бурято-монгольской медицины, и самых передовых высоких технологий, в частности, высокоинтенсивных физических методов лечения. В центре восточной медицины создают технологию консолидированного применения методов традиционной современной медицины. В конференции примут участие более 60 специалистов из разных регионов России. Присоединяться будет очень много онлайн специалистов по всему Дальнему Востоку. И сюда приехали из смежных областей специалисты. Вот это даст возможность сразу лучше лечить, потому что будут мастер-классы, будут выступать ведущие специалисты, профессора. Это поднимет уровень лечебной помощи. Среди тех, кто презентовал на конференции свое запатентованное изобретение, один из ведущих специалистов остеопатии в России. Анатолий Беляев. Мы только недавно получили два патента на реабилитацию пациентов, перенесших ковид-пневмонию. Это как раз методами остеопатии реабилитация. Мы опубликовали эти наши результаты и теперь обучаем специалистов. Отметим, что проведение конференции стало возможным при поддержке Союза реабилитологов России и Министерства здравоохранения Бурятии. Татьяна Усольцева, Алексей Ромашов. Новости дня.